Привет, друзья! С вами Натянутая Шотки. Со мной туберкулезный больной Виталий и Кама, оператор, режиссер-монтажер. Иногда я его вытягиваю из-за объектива, чтобы вы на него полюбовались. Приятно посмотреть праздничные одежды. Сразу понятно, что для вас это некий праздник, да? Для меня любой выход из дома. Согласен. Все мемы, которые, блядь, постятся на ВГИКе, вы их видели. И показывать вам их еще раз и спрашивать, смешные они были или не смешные. Ну, совершенно неинтересно. Вот. А вместо этого я вам почитаю сегодня анекдот. Вот, это заебись будет. А кто будет лучше смеяться, получит один балл. Чей смех мне покажется наиболее убедительным, выиграет в этом шоу. Первый раунд. Виталий, а тебе нравится, когда тебя ласкают? Понял. Да. Ну, это не анекдот был. Не знаю. Нравится ли тебе анекдоты? Да. Понял. А тебе? Ты любишь анекдоты рассказывать? Очень. Понял. Я на самом деле очень люблю анекдоты. Как правильно отвечать, чтобы мы побыстрее все это дерьмо закончили? Я на самом деле не могу. Короче, анекдот. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Один мой. Ха-ха-ха-ха. Если... Если от вас ушло... Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Если от вас... Ха-ха-ха-ха. Заебал. давай если от вас ушла жена запомните как вам это удалось тогда это из той серии про типу теща я понял второй раунд никто баллов не получает козлы блять 153 часа а мы с тобой не видеть получается два месяца это стало причиной вашей встречи не просто хорошее вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот картина маслом супермаркет москва обычная жизненная история понимаю санкции но сыр то почему подорожал он же отечествен возмущается один покупатель отечественная у нас только война все остальное принести мой рюкзак я хочу вот у него был день рождения он на день рождения уехал в беларусь республику да в беларуси юг как скажут белорусы так и так и будет правильно вот по-белорусски разбил там квадрокоптер чуть не разбился сам на мотоцикле вот я его с днем рождения не поздравил поздравляю от тебя нашел увидел сразу думаю что сразу тебя вспомнил блин а у меня короче есть пизда леденец пизда о я тебе клянусь серьезными среди нет пизда до сих пор ну если зал еще не я оставил на одинокие времена крылатый ну можно я его не буду до дома хотя бы довези семье покажи третий раунд счет по-прежнему 00 анекдот офисные истории наконец-то кто-нибудь из вас работал когда-нибудь в офисе до доводилось у нет я не работал все я выпал стоит целевой аудитории короче это 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 про человек это выиграл это контент менеджер до конец рабочего дня сидят два специалиста по подбору персонала старый и молодой старый что не закончил эйчары правильно горит эйчар эйчар старый ну что я закончил сначала начать конец рабочего дня сидят два специалиста по подбору персонала и чары и молодой мы заговорили что это и чары конец рабочей сессии два эйчара и молодой я правда кашля без прикола не акции тоже не знаю почему даме воды по-братски я реально не могу остановиться два не было данииленко кстати межгорло начать и думаешь это будет супер шоу да это прям будет зашипеть это вот нам на вот этот деньги выделяют спасибо короче спасибо еще раз чтобы боржами был конец рабочего дня сидят два и чар специалиста старый и молодой старый ну что я закончил пошли домой очень хорошо играешь молодой посматривая на пачку не обработанных резюме да у меня еще много работы очень хорошо играешь старый подходит делит пачку на две одну выбрасывает ворну молодой а как же старый отвечает им не повезло а зачем нам неудачники учить за хоня че ты мне дал я просто взял ну блин какой какой из этих лучший анекдот короче анекдоты дерьмо загадка висит груша нельзя скушать правильный ответ находится в этой студии это капля ничего мы должны сейчас еще раз повторю загадка висит груша нельзя скушать висит груша нельзя скушать ответ находится в этой комнате я знаю вот это это просто полная жесть мы может давай перейдем к старому формату с мемами это лампочка расскажи нам пожалуйста лучшую вот нам спонсоры дают деньги куда они уходят смотри нам дают два миллиона в месяц вы знали об этом вот но я тоже не знал да он не знал смотри сколько уходит на команду в месяц ну порядка двух с половиной миллионов на фл две команды два дивизиона плюс тренировки плюс так тренировки у нас бесплатные потому что я и гримов монтирует делают плюс зарплата специалистов которые тренируют кто у нас тренирует нас тренирует гримов на мальчик видео гримов нам делать картинки гримов поэтому у нас есть тренировки благодаря гриму это вопросом закрыли плюс ребят скидывается по 2000 каждый месяц плюс киевым миллионам не снизу не скидываются на там реже стали скидывать я же стали скидывать потому что понимаю как будто что-то чувствует ну да вот у нас есть 2 миллиона и взнос от команды сколько короче даже хоть при хуже кроссовки при худшем раскладе у нас на фл уходит 200 тысяч месяц это худший расклад на две команды 2 и половиной миллиона тратится в месяц это ерунда это постирать форму погладить форму привести форму на игру увести форму сыграть хорошо кто это делает это делаешь ты конечно то есть это твоя зарплата на твою зарплату выходит что у нас получают монтажеры админ эвгика админ эвгика получат 500 рублей в месяц ну меньше 500 это когда много лайков их скажем в худшие времена 10 человек да или в лучшие времена 3500 три человека три человека полторы тысячи полторы тысячи рублей админ эвгика ну я считаю что они получают достойную зарплату короче где деньги где деньги финансы что за распил даже понимаешь что у меня есть доступ к каналу и это все монтирую выкладываю хожу отсюда и это на канале в общем доступе слив получается какой-то ну как будто бы неудобно неудобно все это пишется на мою камеру потом даже не на твою сегодня ну давайте-ка анекдотом стали перейдем а давайте посмотрим мем виталий не жалуется на жизнь совершенно но это не знал что мы до у нас два миллиона месяца откуда он должен был это знать у него агент есть ну сейчас он спишет сейчас кто-то уволен да ничего за хуйня на беремене наступает не понимаю почему я работаю ничего не получаю почему есть деньги и нужно чтобы работал не только я еще к ней даже все есть в целом на самом деле чоке крыша над головой есть машина есть девушка любящая есть работа в школе учителем есть хобби которым ты занимаешься на душе есть это что у меня хобби которым занимаешься для души вот в гиг ты ты тоже ты подразумеваешь что это хобби а для тебя это средство заработка в притом очень хорошая заработка в очередь что в этом такого во первых и во вторых что в чем что у нас нет людей которые должны работать нас нет кадров кадров у нас полно нас нет продюсера который пригласит нормальных гостей не виталию паша не устраивает чем-то ничего личного нет нет продюсеров нет людей которые нам составят нормальный контент план нет людей которые нам реализуют этот контент план но есть деньги у тебя на всех этих людей которые ты почему-то не используешь почему ты их не используешь пушки машина зато новая вот недавно появилась вместе с появлением спонсоров совпадение не фига себе совпадение бывает ну недорого стоящая операция по смене после которой ты перестал играть за мужскую команду все нормально будет главное не переживать и не раскачивает лодку чуть-чуть потерпеть подзатянуть и пояса сейчас времени простое тем более что спонсоры они сейчас многие стали на паузу никто на рынок заходить особо не хочет а многие даже уходят с рынка так что экономическая ситуация сейчас не особо стабильная мелодия услышал услышав звук лесгинки дагестанские блоки затоптали кошку на смерть районный судья приговорил бутылку водки за 20 минут так мужики друзья изгублять подписывайтесь на наш новый канал с виталией отписывайтесь от этого дерьма у нас будут мемы у нас будут натянутые шутки и на нашем канале будет это хочу сделать и будут будут да будут